Пары, которые счастливы вместе много-много лет, лично у меня вызывают уважение. И немного зависти. Ну и еще, чего уж тут, немного удивления, смешанного с недоверием. Так уж вышло, что в наше время очень немногие остаются вместе на всю жизнь. Разводы давно уже не осуждаемы, и искать свое счастье хоть во втором, хоть в третьем браке — это нормально. Тем интереснее узнать, как же люди сохранили любовь и желание быть вместе 50 лет. Полвека. Да за это время весь мир изменился до неузнаваемости. Выяснять секреты к юбилярам из Террасполя отправилась Олеся Новикова. А вот они как раз. Владимир Александрович и Людмила Владимировна давненько не доставали свои свадебные фотографии из коробки. Но сегодня это нужно сделать обязательно. Ровно 50 лет прошло с того дня, как они сказали друг другу в ЗАГСе «да» и гуляли свадьбу всем селом. Как будто вчера все было, один день. Фотографии сейчас Владимир перелистывает. И вот мне интересно, может, был какой-то момент в вашей жизни, какой-то год, самый запоминающийся, самый счастливый? Или каждый год в вашей жизни был счастлив по стране? Каждый, абсолютно каждый. Встречаться начали еще в школе, в старших классах. С трудом дождались Людочкиного совершеннолетия и сразу поженились, чтобы вместе жить, дружить, печь домашние пироги к чаю и сушить груши со своего огорода. Мы делаем бишбармар, мы делаем лагман, мы делаем самсунг, плов. А вот вы говорите «мы делаем», то есть для вас нет такого, что мужчина работает, женщина на кухне? Нет, мы делаем все вдвоем. Если вся бытовуха сделана вместе, остаются силы на хобби и любимые дела. Владимир коллекционирует часы, вечером вместе ходит на прогулку в лес собирать лечебные травки. А Людмила шьет одежду и рисует. Тоже должен хвастаться, только поделим, кроме меня. Гордитесь, да, тем, что у вас сухого золотого милка? Ну, конечно, конечно, ну а как же. Особенно, когда вкусно приготовят, бишбармак, там это же вообще, сидишь, пальчики облизываешь. Счастлива женщина в браке или нет, это сразу видно по глазам. Вот такое чувство радости. Вот он утром просыпает, он всегда говорит «с Новым днем». Где-то я уступлю в чем-то, где-то она уступит в чем-то, но мы это делаем молча. Я знаю то, что он отдаст свое последнее, это мне. Очень нравится Людмиле эта музыкальная пара и песня про седые юбилеи. Они как образец крепких отношений на всю жизнь, и с них всегда хотелось брать пример. Посмотрите их взгляд. Вот они смотрят. Смотрите, как они обнимаются друг к другу, да? Вот посмотрите, прикладывают плечи. Мне кажется, заметить вот этот взгляд и то, как они обнимаются, могут только люди, которые сами друг на друга так смотрят. Ой, я когда смотрю, у меня все время мурашки. В семейной истории Людмилы и Владимира двое дочерей и внуки. Полсотни посаженных деревьев и много добрых дел, которые потом всегда добром и возвращались. Когда-то мы помогли людям, в дороге не бросили их, смотрим, машина стоит, пар идет, Владимир останавливается, видит, что машина уже готова. Мы всегда стараемся помогать людям. Мы забираем этих людей, вообще не знаем, кто это такие. Мы привозим их к себе домой. Они говорят, возьмите телефон, может, когда будете в Москве, заедете. И она помогает нам, девочки, поступить в авиационный институт. На мой вопрос, что же тянет, ответ простой. Дома есть с кем поговорить. Дома общие интересы и внимание к тому, что хочет твой родной человек. А это и есть секрет их счастливых отношений. Сказать, что это любовь, я скажу, что нечто большее. Вот хотя говорят, любовь – это все, это предел. Все, выше уже больше нету. Это что-то большее. Какие-то вибрации между нами, токи какие-то бегают, наверное. Я не знаю. Как сохранить, как вот не ссориться по пустякам, не расставаться чуть что, не разводиться после каждого конфликта, а беречь друг друга? Ну вот вы сами сейчас сказали – беречь друг друга. Вот это очень важно. Дом под ивами, свежие розы в вазе на столе, виноград, который растили вместе, и он как раз поспел. Все это – милые сердцу мелочи, на которых и строится семейное счастье длиною в 50 лет. Олеся Новикова, Дмитрий Речкович, Отражение.